Лучшее в стране 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 вариант поэтому поэтому сейчас очень приятно быть в этот ролик который просто про проживает скажи вот ты сейчас когда уже находишься ну идешь по наклонной вверх сейчас смотришь на молодых исполнителей вот хочется им помочь как-то посодействовать есть у тебя вообще такая нужда тебе что же кто-то наверняка помог и советом и делом вот как ты начинающим артистом я всегда пытаюсь помогать и сейчас в сентябре будет тоже один проекта тут в россии где я буду уже как наставник поэтому мне безумно приятно быть в этот роль тоже что я могу у нас был уже несколько репетиций с детьми с которым я буду работать и это очень приятно потому что когда ты сидишь так смотришь ты сразу все замечаешь вот так надо сделать лучше так лучше так а когда ты сам делаешь ты конечно не всегда замечаешь что может быть есть такая ошибка не такая ошибка но когда ты уже смотришь на что-то другого это конечно гораздо легче но у меня приятно использовать свой опыт я тоже очень много видео очень много знаешь кажется что знаю и поэтому приятно поделиться но так стать продюсером еще еще чуть рано надо еще саму поработать так несколько лет конечно дорогие друзья маркус рива нас в гостях сегодня у нас небольшая пауза сейчас и мы вернемся давайте друзья это лучшее в стране лиза калинина в студии и маркус рива в гостях у нас сегодня сейчас интереснее представить маркуса как исполнителя и музыканта все таки вот в этой роли дело в том что у тебя очень интересный опыт сейчас был я знаю что ты во первых сотрудничал с певицей но сейчас такой очень известный мирового масштаба рита ора что ты скажешь как как так вообще получился ваш тандем ну не тандем а сотрудничество как со всеми спеть дуэт еще не получилось но все равно мы были на одну сцену вот совсем недавно неделю назад в латвии она дала был ее концерта первый концерт и она выбрала меня как как артист который будет выступать на разогрев да и она супер клёво я всегда уже давно давно когда сам работал на радио станции я смотрел как она начинает и сейчас очень приятно увидеть что она реально такая мировная звезда которая наконец-то приехала в латвии я не знаю как она была в москве я помню да 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 она была она приезжала как латвийская публика любит очень очень здорово был полностью sold out и и я очень боялся выступать перед ней потому что все-таки люди когда сходит на концерт они ну типа ну кто там выступает мы ждем ритуору но все равно получилось очень круто и очень теплые народы и все очень классно тема еще затронула все равно каждый человек который в медийном так скажем пространстве публично выступает вот этим сталкивается а я жду типа рептуру вот себе объясняет что да все это наплевать нужно просто делать ну как ты вот находишь себе вот эти кнопочки чтобы не волноваться через мерно я всегда пытаюсь найти в публике тех людей которые у меня реально ждет и там было очень много я вышел на сцену чуть-чуть так нервничал но потом уже понял что все надо просто использовать момент много народ прекрасная погода хотя там был чуть дождь еще но все равно это не мешало и там был даже из бразилии люди которые приехали на риту но они тоже уже подпевали на мои песни которые на русском и на английском зажигали и и из россии был люди из эстонии из литвы так что он очень прекрасный вечер так как ну и еще один тоже такой информационный повод интересный ты выступал у лайк мы вайку ли на фестивале который за рандеву но что как я уже третий третий раз и сам фестивал в латвии приходит уже четвертый раз как раз после конкурса новая волна но сейчас он как фестивал там приезжают очень много разных артистов из латвии тоже было в этот год и филипп киркоров и кто еще и очень много разных артистов я в этот раз тоже опять выступал очень приятно когда line тебя приглашает на такое рандеву потому что она все-таки большая дива и ну хороший эталон для артистов и я выступал как раз первый раз свою песню с фатхистана и тоже был очень такой волновательный момент потому что все равно это первый раз когда ты живом выступаешь с новой песню но народ был тоже очень теплый уже вот кстати друзья про сфатхистану у нас сегодня будет невероятная премьера причем не только на телерадиоканале страна fm а вообще сегодня выходит этот клип и мы его посмотрим буквально через некоторое время так что будьте с нами кстати друзья у нас сейчас небольшая пауза если вы хотите маркусу задать свои вопросы 8 909 928 189 и 9 вотсап вайбер смс я с удовольствием переадресую марку без всяких секретов ответит окей пишите и звоните да друзья мы скоро вернемся будьте с нами маркус рива у нас гостях сегодня и у нас много поводов интересных пообщаться с тобой потому что жизнь кипит как я понимаю и сейчас у тебя выходит новый даже не так будет новый альбом который называется i can yes я могу я могу да это на английском альбом который я буду выпускать уже в следующий месяц 20 сентября уже сейчас понял что время осталось очень мало месяц остался буквально надо еще пару песню записывать и закончить но да я решила да вот что делать что интересно ты сотрудничаешь с уникальной в кранфаундинговой платформой которая называется фанвестере да и вы объявили уже дату нового альбома то есть идет сейчас сбор как бы средств на альбом правильно мы как будто собираем деньги альбома как будто они странно это не звучит но это получается что есть этот платформу фанвестер и там каждый человек может стать как акционар в музыке то есть он покупает там какой-то пакет там например за там две тысячи рублей или там побольше и он получается как акционар он потом когда-то получает тоже деньги которые я получаю за свою работу за музыку как будто процент и так процент да 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 так что это реально как там музыкальные акции акции понятно что ты предлагаешь любому человеку своей аудитории сделать такой взнос да да и он станет не только как фанат но это тоже он реально получает какой-то реально деньги после какое-то время почему решили как вот пришла такая идея это вообще уникальная такая идея из эстонии и я первый артист в латвии который использует эту платформу и и был такой предложение я думал что почему бы и нет надо надо попробовать потому что все равно это что-то новое интересно мне кажется это тоже будущего потому что время сложное для всех и надо искать какие-то новые новые опции как вообще работать в шоу-бизнес потому что постоянно все меняется там инстаграм и все эти сети надо подстроиться просто под время и я думаю что это что-то ну да ну да и слушай ну а как вот аудитории ты столкнулся уже какой-то обратной связью как реагирует и говорят ого он x-factor ведет по телеку он такой крутой он урит и ора выступает да а деньги собирает это что такое это для меня может быть не самый главный этот вопрос деньги вот в этом но то что есть такой другой связи с людьми которые тебя поддерживают новый путь да потому что все равно мы там добавляем специальные видео для все люди которые покупают там отправляем мерчендайзинг там майки вот сейчас сегодня вышел тоже новой майки будем отправить и они получают специальные билеты на какие-то секретные концертов и и это все можно получить только через эту платформу понятно что это эксклюзивно купил но ты еще кучу бонусов за это получать билеты где-то где-то ты можешь заработать если вдруг песня станет там ровный хит тогда ты станешь миллионером вместе со мной а вот артисты коллеги какую-то да тоже что-то спрашивали уже спрашивали потому что это очень интересно но не все сразу понимают что это если очень много вопросов для меня это тоже волка что-то новое я думал что это как это будет работать но если ты не попробуешь тогда никогда не узнаешь когда не узнаешь да слушай вот это вообще когда говоришь ты не боишься рисковать я так смотрю я вообще нет то есть тебе вообще по барабану чё скажешь конечно я волнуйся но когда я как-то сомневаюсь и думаю что ну мы же живом один раз надо пробовать как будет так было хорошо будет хорошо это точно а вот когда сталкиваешься все-таки с таким ой да фу да как что-то что-то дергает это хочется что-то доказать там оправдаться это конечно вообще сложно жить я думаю что каждый день для всех людей но как-то надо мне кажется всегда переключиться на какой-то позитивный такой не сомневаться и думать что у тебя такой знаешь как у супермен есть это крылья крылья такие и что они тебя держат и все получится вот это вам совет друзья надо переосмыслить эту идею у нас небольшая рекламная пауза и мы скоро вернемся верите в себя обязательно обязательно нужно спасибо лучшие в стране дорогие друзья это лучшие в стране в студии лиза калинина в гостях у меня сегодня маркус рива и мы добрались к главному информационному поводу сегодня премьера вообще сегодня не только на стране а в мире примера твоего клипа который называется сфатхистана браво сфатхистана это чакра это вторая чакра которая отвечает за любовь за сексуальность да вот скажи почему появилась изначально такая песня у тебя ну соответственно потом расскажем и о клипе поговорим вернее да ну как-то как-то был у меня такой достаточно сложный период в жизни когда я я искал как выйти из этого зона потому что не хочется конечно жить депрессивно и из какой-то грусть и достаточно долго у меня был такой период конечно я пытался там улыбаться и все все-таки но работа не показать что у меня все плохо и депрессивно но но все-таки внутри чувствовал что надо как-то выходить из этого состояния и поэтому начинал реально там заниматься с йогой найти какую-то литературу и и психологии и философии чтобы чтобы выйти и не могу сказать что я прямо нашел там чакры да но все равно это все все вместе мне помог поэтому я я хотел тоже создать с такой песен который как-то расскажет об этом период и поэтому а то есть таким поделиться своим опытом пережить потому что все таки мне нравится когда музыка автобиографическая не просто там о солнце сегодня светит и поэтому напишем все хотя это тоже а то биографическое поэтому поэтому и родился такого так такая песня вместе хорошим автором из украину роман немиров который тоже работал там многим артистом но у нас как-то очень все легко и хорошего получилось и записывали такой песни хорошо появилась такая композиция серьезно с фатхистана о любви о сексуальности а выходе из сложного периода в хорошей нужен клип видеоряд давайте перри об этом сегодня премьера именно клипа то есть кто песню уже знает что там мы увидим и где снимали и вообще кто режиссер кто чего придумывал рассказывать о чем начинать то конечно конечно самое главное то что цвет этого второго чакры это оранжевый тут прекрасная атмосфера вот страна тема поэтому я хотел чтобы чтобы этот клип был тоже в тон оранжевый и яркий такой яркий яркий чтобы передал эту атмосферу который есть любовь и сексуальность там нету так такой типа прямо такой не знаю романтичный сюжет где я там иду и там что-то найду но там мне кажется просто есть этот атмосфера мы снимали это все в риге с ребятами которые раньше меня снимали тоже клипе на песни река любви низовы и в этот раз тоже я хотел с ним и поработать потому что у меня всегда легко очень с ним а придумай все какие разные идеи режиссер в этот клип есть и я и я не могу я не могу как-то просто расслабиться ничего не сделать конечно когда то мы снимали тип тоже салоном бадо им тогда конечно я сто процентов и рай потому что он гений профессионал и там точно знаю что все будет хорошо но когда ты это без обида просто когда ты работаешь с кем-то мне всегда в голове есть какие-то идеи и я не могу так просто отдать работу да да и поэтому я уже когда создаю песню у меня уже в голове этом тысячи как это будет выглядеть как какой концепт какое настроение поэтому тут все получилось смотри вот и просто интересно сейчас ты уже как бы выбрался состояние так понимаю хорошо настроение гармоничная вот и сейчас когда смотришь на эту работу она все равно откликается тебе то есть ты сопереживаешь вот этой песне или ты так смотришь отстраненно ну вот опытом поделился но все у меня сейчас вообще другой период как ты реагируешь мне очень приятно смотреть на это потому что там конечно это уже вчерашний день как будто не сегодняшний день но все равно там есть эта атмосфера любовь который очень важно для каждого человека и я реально думаю когда человек негативный тогда ему сложнее и ему просто не хватает любовь поэтому я хочу чтобы всем было любовь и потому что это реально изменяет и из не изменяет из меня это же изменяет настроение вы каждый каждый шаг который ты делаешь если ты счастлив если тебя из любви ты тогда даже каждый шаг тебя все хорошо другое чем и так друзья прямо сейчас премьера дня и примера на телерадиоканале страна fm песни клип со сложным названием на которые так легко получается у людей которые с этим сталкивались и кстати это не это не область какой-то где-то потому что очень много друзья думаю что что за область там область сфатхистан это где-то казахстан таджикистан нет это чакра с да я уже сейчас не смогу выговорить статхистана все итак слушаем и смотрим наслаждаемся и сейчас дадим обратную связь друзья смотрим ура полетели прямо сейчас нужно начинается звучит звучит смотрим ура без права на потом все между нами снежный ком все больше день за днем больше за чем против не думай как нам быть судьба должна сама решить нет смысла уходить когда легко напротив а может это любовь и она происходит сейчас между нами а может наоборот закон тонких вибраций в области свадхистани а может это любовь и она происходит сейчас между нами а может наоборот закон тонких вибраций в области свадхистани все больше общих тем но я не стою и ты не в стен один вопрос зачем где мы были раньше как последний день помпей ни о чем не сожалеем ни о ком не сожалеем как слетевшие вскатуши изнутри друг друга оружием зачем нам это нужно а может это любовь и она происходит сейчас между нами а может наоборот закон тонких вибраций в области свадхистани а может это любовь любовь и она происходит сейчас между нами а может наоборот закон тонких вибраций в области свадхистани любовь 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 Сейчас между нами, а может наоборот. Закон тонких вибраций в области Сватхристани. А может это любовь, и она происходит. Сейчас между нами, а может наоборот. Закон тонких вибраций в области Сватхристани. Лучшее в стране. Итак, Маркус Рива презентовал новый клип с Сватхистана. У нас все очень гармонично смотрится. Вообще как камуфлаш. Как ваш камуфлаш. Шикарно. Я очень на тебя разозлилась. Что это такое? Такая прекрасная девушка снялась в клипе, и ты ни слова о ней не рассказал. Что за чудесная незнакомка модельной внешности. Она прекрасная. Высокая, красивая. Прекрасная муза. Яна, которая меня вдохновляет уже какое-то время. Год назад мы познакомились на съемке другого клипа «Южные ветра». Но как-то у нас был такой очень хороший контакт. И мы реально подружились очень близко. И я решил, что она должна быть героином. Тоже еще опять в моем клипе. И безумно рад. Потому что с ней очень легко работать. Комфортно. Это как сказка была. Все, съемка, ничего сложного там не было. И даже если что-то было, но мы просто не заметили, у нас был прекрасный день. Ну расскажи, вот сейчас ты увидел. Премьера была. Какие у тебя ощущения? Ты волновался? Мурашки. В Сваткистана сработала. Сразу там все. Мне просто интересно. А как ты вот у себя любишь смотреть со стороны? Комфортно тебе или по-разному? Я, не знаю, раньше я когда был маленький, когда я начнула работать там на ТВ или были какие-то концерты, я всегда скрывался там под столом, когда все семьи сидели там, смотрели все. Я там, типа, чтобы никто меня не увидел. Но сейчас я понимаю, что это моя работа. И очень приятно, когда есть такие каналы, как Страна FM, которые поддерживают всегда мою музыку. И поэтому есть большая мотивация сделать круче и круче. Здорово. Слушай, ну мы всем привет. Яна, тебе большой привет. Спасибо. Это было Яночка, да. И снимали в Риге. Снимали в Риге. Снимали месяц назад примерно, да? Да, три недели назад, как раз во время сетевого Лайм-Вайку. То есть все свежие чувства еще. Все мало так времени прошло. Да, это очень даже. Яна, кстати, из Питер. Ух ты. Так что она прилетела специально для съемки в Ригу. И завтра она будет в Москве, так что... Так что передаем привет. Слушай, ну смотри, у тебя на самом деле много планов. Мы уже поговорили, но основное это альбом, который уже вот 20 сентября выходит. Да. Да? И идет уже вот этот процесс сбора денег. Это процесс, собираем деньги, да. Уже идет. Можно подключиться в fanvestory.com или смотреть в моей соцсети, там есть вся информация. И тоже стать акционером. Понятно. Но это в основном для англоязычной аудитории, да? И все-таки я, конечно... И альбом будет англоязычный. Да. Да, да, это будет на английском. Но все-таки я работаю и сделаю сейчас материал на русском. Ну вот песня как раз. Песня как раз, да. Потому что мне кажется, это скучно. А любви на русском надо, а не на английском. А в Афатхистане как-то на английском расскажешь. Вот скажи. Ну да. Только на русском языке. Maybe it is love. Слушай, а расскажи, а вот как ты вообще определяешь, на каком языке сейчас тебе нужно выпустить работу? Это, конечно, да, создает какие-то сложности в моем работе, потому что все-таки я латыш из Латвии, и я должен там тоже на латышском петь. И все-таки, когда создаю музыку, она всегда первым рождается на английском, очень редко там на русском, на латышском. Но все-таки, конечно, самая главная цель у меня сейчас русскоязычный рынок. Но каждый рынок для меня важный, поэтому питаюсь и там, и там, и там, и там. Но мне кажется, это хорошо. Слушай, а ты говоришь свободно на трех языках, получается? Ну я на любого языка могу. Серьезно? Ну так вот сколько у тебя языков в запасе-то в арсенале? Не знаю, где-то 63. Да ладно. Ну ладно, это там, три, четыре. Я могу еще чуть-чуть на немецком говорить, потому что от школы я учился. Именно немецкий язык, но мне надо там пожить, или тоже выпускать музыку на немецком, чтобы вспомнить этого. Ой, слушай. Зибен, 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 Зибен. Ну в общем, мы тебе безумно рады. Спасибо. Буквально у нас минутка остается. То есть основное, новый клип, альбом, вы мои все это узнали. И следим за твоими социальными сетями, конечно. Да, в моем сайте можно посмотреть, где самые ближайшие выступления. Вот в эту субботу тоже выступаю в Москве. Если кто-то хочет посмотреть, как работаю в живом, приходите, смотрите все информации на моем сайте. Да, уже через два дня. Друзья, скорее, скорее приходите. Как можно упустить такую возможность? Буду вас ждать. Сделаем флешмоб оранжевый. Это точно. Ну все, Маркус, у нас остается буквально 20 секунд. Вот давай стороне FM, и главное, зрителям и слушателям, от тебя мы хотим услышать какое-то поздравление. Ну не поздравление, может, какой-то совет на путь. Ну, я, по-моему, уже это сказал, что всегда надо вспомнить, когда все плохо или произошло что-то не так, надо вспомнить, что у нас есть большие крыла там на спину, и надо выпринять в спину, и тогда все будет хорошо. И почувствовать, верить в себя. Да, и всем любовь. Спасибо. Друзья, ну что, уже совсем скоро концерт в Москве, Маркус, давай, призывай, пусть все приходят. Да, приходите все. Буду вас очень-очень сильно ждать, и будем петь вместе «Красивость Вина» и «Сватхистану». Друзья, спасибо тебе огромное, безумно радость. Спасибо. С днем рождения еще раз. Спасибо, друзья. Мы прощаемся с вами. Маркус Рива был у нас в гостях. С вами была Лиза Калинина. Мы услышимся, увидимся завтра с 11 до 3. Так что будьте с нами. И поздравляем еще раз со стороны FM. С днем рождения. Все, пока, друзья. Целую, до завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин